Алло! Кто-нибудь дома? Алло, алло, алло! Алло! Кто-нибудь со мной сегодня есть? Никого нет, как я вижу, да? Есть кто-нибудь? Никого нет? Есть кто-нибудь? Никого нет? Есть кто-нибудь со мной? Вижу, ну да! Спасибо, что вы подключились заново, уже теперь по-русски. Приглашайте всех, чтобы они меня слушали сегодня, потому что действительно это тревога. Тревога, потому что многие из нас просто пустую тратят время, пустую просто живут, просто живут чью-то жизнью, потому что нам как-то так сказали, так жить. Это беда. Да, здравствуй, Люда. Поэтому, что происходит? Почему я делаю это видео? Почему это тема? Потому что недавно я прочитала в интернет или через прямую трансляцию у моего ментора. я слышал рассказ одного медицинский студент, который только что закончил. Ему всего 28 лет. И за 6 лет, как он нашел себе тренер, он столько довелся, что я в шоке. И это меня разбудило, чтобы делать это видео, чтобы тоже вас разбудить. Если вы просто живете как попало, если вы просто живете по цели, если вы еще не поняли, что вы на этой земле не просто так находитесь. Поэтому я делаю это видео. потому что многие из нас, особенно откуда я родом, учатся на врача или на инженера или на кого-нибудь, потому что родители так сказали, что если ты не будешь учиться на врача, я не буду за тебя платить за учебу. И таким образом многие просто вынуждены учиться в медицинский институт. Не потому что им хочется, а потому что их заставили. Поэтому сейчас задается вопрос, вот, получил вот этот диплом врача, что дальше? Вы уже ну почти не ослушали цели, но теперь вам надо думать о своей жизни. Диплом есть, есть. Они стали, родители врача стали, как они мечтали. Теперь вам надо взяться за вашу жизнь. Окей. Забудем, что вы не стали врачом, что вы уже давно закончили линзи, может быть, 30 лет назад, как я. Чем вы занимаетесь? Вы живете чью-то жизнь, или вы точно знаете, что ваши цели, ваши предназначения, чем вы призваны делать на этой земле, это тем, чем вы занимаетесь. Вы можете быть себе в груди и сказать, что да, я этим занимаюсь. Если нет, тревога. Если нет, особенно, если вам уже за 40, и вы еще не знаете, кто вы есть, как я, 45 уже использую вас. Если вам даже 30, и вы не знаете, зачем вы на этой земле, это тревога, это проблема, вам надо скорее искать тренер, который вам поможет побыстрее этим добиться, побыстрее очнуться, побыстрее знать, кем вы являетесь на этой земле, чему вы должны следовать на этой земле. Те, которые ходят в церковь или знают Бога, скажут, а, мы идем на небо, зачем нам эта земля? Но в том же слово, которое мы читаем, там написано, да будет царство его на земле, как и на небесах. А кто принесет это царство, если не мы с вами? Если мы не знаем наше место, если мы не знаем, чем мы призваны, как мы можем принести на земле? Никак. Правда? Правда? Поэтому вы и я мы должны искать и найти. Кто мы такие? Кем мы являемся? Зачем бежать? За что бежать на земле? Мы должны знать призвание. А не просто жить, как попало. Некоторые знают, следуют за кого-то, обслуживают его. Никак не может нам нам им пнуть, что мне нужно что то знали.